Всем привет, меня зовут Стас, я представитель компании Ugears. Сегодня мы будем собирать модель под названием Deckbox. Это простая, но интересная модель. Она предназначена для хранения и транспортировки карт. И я вам покажу, как ее собирать. Давайте ее откроем. Так, модели три доски, инструкция, несколько резинок, свечка и наждачка. Так, давайте откроем инструкцию. Значит, я вам хочу рассказать про четыре значка, которые здесь изображены. Вы можете встретить их на каждой странице из инструкций. Первый значок означает смазать деталь. То есть, вот этой вот свечкой, воском, мы сейчас его откроем. В каждом месте, где изображен этот значок, нам нужно смазать деталь. Восклицательный знак значит, что нам нужно обратить особое внимание на этот этап сборки. И вот этот значок говорит о том, что нам нужно обрезать что-то. Для этого вам понадобится канцелярский нож. И вот этот значок означает, что деталь должна свободно крутиться. Давайте приступать к сборке. Итак, для первого этапа нам нужны деталь номер один и две детали номер два. Они находятся на доске номер один. Вот доска номер один. Деталь номер один. Вот она. Две детали номер два. Вот они. Так. Распакуем воск. И смажем вот эти части. Теперь берем детали номер два. И надеваем их на шипы. Вот так. Дальше берем деталь номер три. Одеваем ее на вот эти шипы. Вот так. Дальше смазываем выступающие части этой детали. Берем еще две детали под номером два. И так же надеваем их на шипы. Теперь нам понадобится деталь под номером четыре. Дальше. Дальше. Оббиваем ее. Соединяем с шипами. Вот. У нас получается вот одна часть крышки нашего deckbox. Дальше по аналогии мы соберем вторую часть. Она практически такая же будет зеркально. И каждую из них нам нужно проверить, чтобы каждая из них работала вот так свободно. Свободно крутилась. Это работает. Отложим ее. Соберем вторую. Деталь номер один и номер два нам необходима. Так. Деталь номер один. Смажем шипы. Оденем. Теперь деталь номер три. Соединим с деталью номер один. Теперь снова смажем шипы. Найдем деталь номер два. Снова оденем их. И теперь нам нужна деталь номер пять. И точно так же надеваем ее. Вот. Тоже проверяем, чтобы она свободно вот так все петли свободно крутились. Готово. Готово. Давайте дальше. Для следующего этапа нам понадобится деталь номер шесть, номер восемь и номер девять. Деталь номер шесть. Теперь две детали номер восемь и две детали номер девять. Они находятся на диске под номером два. Так. Смотрим, что нам нужно смазать. Здесь нам необходимо смазать шипы деталей номер девять. Верхние шипы. Вот эти. И так же необходимо смазать вот эти вот зубчатые части детали номер восемь. Дальше берем деталь номер шесть. Нет, давайте сначала возьмем детали номер восемь и номер девять. И зеркально друг к другу их соберем. Проденем деталь номер восемь, деталь номер девять. Вот так. Также возьмем другую часть из соединимых. Точно так же она зеркальна, чтобы они были зеркальны друг к другу. Вот так. И теперь вставим эти элементы в стеночку. Одну справа и другую слева. Должно получиться вот так. Дальше. Точно такие же действия мы повторяем с деталью номер семь. Она незначительно отличается от детали номер шесть. Вот этой части. Но этот этап сборки ничем не отличается. Поэтому мы выдавливаем две детали номер восемь. Две детали номер девять. Смазываем верхние части детали номер девять. И зубчатые части детали номер восемь. Дальше. Продеваем детали номер восемь в детали номер девять. Одну вставляем справа. А другую сливу. Вот так. Вот эти элементы должны свободно крутиться. Далее. Нам понадобится деталь номер десять. Давайте ее найдем. Маленькая такая. Вставим ее вот сюда. Острой частью вниз. Вот так. Дальше. Следующий этап сборки. Нам нужна деталь номер тринадцать. Две детали номер одиннадцать. Две детали номер двенадцать. Две детали номер одиннадцать. 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 итак мы берем деталь номер 13 так чтобы все шипы были в нижней части и надеваем на нее детали под номером 11 с двух сторон до упора готово теперь детали номер 11 нам нужно вставить деталь номер 12 далее теперь нам нужно все части собрать воедино до этого берем эту часть смазываем выступающие шипы слева справа берем центральную часть и сбоку присоединяем к ней стеночку вот так здесь прикладывать нужно сильно аккуратно чтобы ничего не сломать готово теперь берем элемент крышки вот этот смазываем вот эти части и вот эти далее нам нужно вот эти угловые элементы зафиксировать наверху и теперь элемент этой крышки вставить одновременно в два отверстия вот так и вот так и точно так же со второй крышкой промазываем все шипы придерживаем двигающийся этот элемент и вставляем в отверстие при этом следите чтобы вы вставляли не вот так где выступают шипы именно вот так вот этой стороной и теперь мы должны это все закрыть второй стеночкой для этого необходимо смазать вот эти части опять теперь точно так же фиксируем сверху эти двигающиеся элементы и тут уже будет немножко посложнее нужно попасть одновременно в несколько отверстий сначала я вставлю верхнее отверстие чтобы в верхнее отверстие одно второе так теперь второе вот это вот это и теперь соединим вот 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 чтобы все было вот здесь немножко не дожалось чтобы все было собрано до упора вот эти части у нас должны открываться свободно и закрываться левая и правая вот так продолжим сборку теперь перейдем к этому этапу нам тут надобится деталь номер 14 и две детали номер 15 они находятся на доске номер 2 детали номер 15 находится тут а деталь номер 14 на первой доске так соединим их как показано в инструкции сначала вот так и теперь вот так готово это нам нужно проделать еще раз собираются они аналогично далее мы должны присоединить эти детали корпусу нашего декбокса с одной стороны и с другой так следующий этап сборки нам нужно номер 7 это дно нашего декбокса и детали номер шестнадцать детали номер шестнадцать мы соединяем с дном с обеих сторон теперь нам нужны детали номер восемнадцать и девятнадцать нам необходимо смазать все торцевые части вот этих выступающих элементов вот так и здесь тоже далее соединяем их с дном с эти детали отличаются друг от друга но сейчас не принципиально какую с какой стороны вы оденете нужно надеть их до упора вот так чтобы зазоров не оставалось готово дальше нам нужно деталь номер двадцать смажем зубчатые части этой детали и теперь внимательно нужно чтобы эта деталь стояла со стороны прямых элементов вот этого узла не с вот этой стороны где есть выемки такие а там где их нет ну так и так же следим чтобы логотип был лицом к нам читаем вот так далее нам нужно деталь номер двадцать один и номер двадцать два тут все просто вставляем деталь номер двадцать один в деталь по номеру номер двадцать два дальше нам понадобится детали номер двадцать три и двадцать четыре я выдавлю сразу две она нам скоро понадобится так я беру деталь номер двадцать три и двадцать четыре вставляю их теперь беру деталь номер точнее не деталь а элемент который мы собирали до этого и криволинейной вот такой вот частью ставлю наружу прямо линейной то есть часть с ровным с ровной линией я ставлю вовнутрь обратите на это внимание вот здесь инструкции показано далее берем деталь номер двадцать пять смазываем смазываем вот здесь вместе шипов и теперь вот этот узел надеваем с одной стороны обратите внимание чтобы логотип был лицом к вам надеваем не до конца этот элемент и теперь соединяем его с другим элементом который мы надеваем с другой стороны и продеваем все шипы теперь уже можно все детали дужать до конца до упора все вот этот элемент у нас должен свободно крутиться вот так далее также нужно по инструкции смазать эти зубчатые части и с этой детали готово далее номер двадцать шесть двадцать семь сразу две штуки на детали номер двадцать семь есть два шипа мы сейчас будем использовать тот что покороче берем деталь номер двадцать шесть и собираем их друг с другом вот так и точно так же собираем вот эти детали но зеркально нужно нужно чтобы вот эти крючки которые есть на выступающих частях чтобы они смотрели в разные стороны вот так дальше берем вот эту деталь и присоединяем к ней эти детали что мы только что собирали вот так до упора вот обратите внимание что крючки должны торчать в разные стороны дальше нам нужна резинка и нам нужен хелпер хелпер находится на доске номер два повернем к себе хелпер вот этой вот частью длинной и сделаем на резинке узел не затягивая его и теперь нам узел нужно расположить таким образом чтобы у нас получилась резинка вот этой вот длины от точки до точки примерно примерно вот так теперь узел затягиваем и обрезаем лишнюю часть резинки можно получиться вот так так идем дальше берем этот узел и изнутри цепляясь за крючки продеваем резинку от одного крючка до другого продеваем ее и теперь нам ее нужно перекинуть обе части резинки нужно перекинуть за вот эту вращающуюся деталь мы резинки отгибаем деталь прокидываем туда и резинки помещаем в углубление углубление этой детали так чтобы она вот так пружинила теперь найдем деталь под номером 29 смажем боковые ее части вот так и стрелочками вниз закроем углубление чтобы резинка не выпадала вот так вот это будет кнопочка нашего механизма который будет открывать и закрывать наш дэкбокс так теперь нам нужно этот узел присоединить к дну просто надеваем на шипы на шипы вот так далее нам понадобятся детали номер 27 и номер 28 деталь номер 28 мы соединяем с детальными номер 27 с короткими их шипами вот так длинные шипы должны остаться свободными теперь длинными шипами соединяем этот узел с нижней частью дэкбокса так до конца готово теперь нам нужно деталь номер 30 и две детали под номером 31 причем сразу мы можем выдавить их и двойном экземпляре чтобы собраться с вас сразу две как показано инструкции такси деталь номер 30 так узенькими шипами нам нужно тут вот на этих деталях есть широкие узенький шип кузенькими нам нужно продеть вот эти отверстия вот так и еще раз повторим то же самое причем собрать нужно так чтобы вот эти шипы вот этой большой детали и широкий шип торчали в одну сторону вот так далее берем опять же нижнюю часть нашего дакбокса и присоединяем эти элементы с другой стороны с другой с другой стороны тул тул тура вот так нижняя часть нашего дакбокса готова теперь нам нужно их соединить самая ответственная часть сборки во первых нас тут в инструкции просит обратить внимание на то что нужно выбрать правильную сторону правильная сторона сборки друг с другом это нижней части это вот эта кнопка а у верхней части это вот этот выступающий элемент на другой стороне его нет обратите внимание то есть мы должны совместить их друг с другом кнопку вот этой выступающей частью дальше опуская верхнюю часть в нижнюю мы как бы немножко отгибаем вот эти элементы чтобы мы могли свободно его продеть и обращаем внимание на зубчатые элементы они должны попасть друг в друга вот тут тоже смотрим чтобы ничего не мешало теперь мы немножко вот этот элемент приподнимаем и вставляем зуб в зуб так чтобы точки были на одной линии с другой стороны точно так же этот элемент приподнимаем верхнюю часть немножко приопускаем и вставляем все тоже точки на одной линии готово дальше нам нужна еще одна резинка делаем на ней тоже узел только в этот раз нам нужна петелька покороче разворачиваем helper стороной где у нас где у нас выемка короткой длины делаем узел на резинке смотрим приблизительно чтобы длины совпадали резинки и вот этого расстояния от точки до точки и обрезаем ненужную часть резинки вот так далее далее очень внимательно нам понадобится нам нужно будет закрепить эту резинку между и двух элементов верхнего и нижнего для этого мы верхний верхнюю часть deckbox опускаем для того чтобы опустить мы просто давим на вот эти выступы при этом он открывается и вот эта вот кнопка она фиксирует положение так что она цепляется за выступающую часть верхней части дэкбокса вот дальше берем мы эту резинку продеваем в отверстие где у нас есть вот эта петелька продеваем если она не продевается мы можем чуть приподнять приподнять верхнюю часть для этого кнопку я чуть отожму приподнимаем верхнюю часть немножко вот так резинку продеваем в отверстие при этом ближнюю часть резинки мы должны закрепить на на этой петельке остальную часть мы захватываем изнутри нашего бокс захватываем и держим пока потом второй рукой мы берем хелпер продеваем хелпер вот в это отверстие и хелпером захватываем резинку изнутри выдвигая ее наружу вот так теперь мы можем их оставить так чтобы резинка не упала вовнутрь и выдавить деталь под номером 30 вот вот деталь нам нужна теперь вот тут очень сложный момент нам нужно оттянув резинку хелпером закрепить ее на петельке на ушке детали под номером 30 вот так то есть мы по сути хелпером заменили сейчас деталь вот эту вот деталь которую сейчас держу и потом повернув эту деталь к корпусу deckbox мы шипами должны вставить эту деталь в корпус при этом придерживаете при этом я придерживаю как бы этот корпус изнутри чтобы у меня был упор вот 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 в итоге у нас резинка получилась натянута между этим элементом и вот этим точно так же мы сейчас должны сделать и с другой стороны для этого давайте сразу выдавим деталь необходимую и еще раз завяжем узел опять же смотрим чтобы резинка была приблизительно такой же длины можно чуть короче вот так затягиваем узел и отрезаем далее мы по аналогии с этой стороны продеваем резинку в отверстие над ушком захватываем резинку с другой стороны здесь мы резинку цепляем до ушка чтобы она не выпала далее берем хелпер продеваем хелпер вовнутрь хватаем резинку крючком вытаскиваем ее наружу берем деталь далее мы крючком этой детали хватаем резинку вот так хелпер нам уже не понадобится теперь эту деталь мы поворачиваем и вставляем в корпус шипами так пальцами нужно залезть в декбокс чтобы сделать себе упор потому что деталь может очень плотно вставляться вот так все на этом сборка декбокса закончена итак сборка закончена декбокс готов декбокс это девайс который предназначен для хранения и переноски карт открыть его можно движением руки сверху вниз нажимая на выступающие части вверху корпуса вот так он открывается здесь он фиксируется с помощью вот такой кнопки вот и открываются два отделения которые мы можем поместить по несколько десятков карт максимальный размер карт 63,5 мм на 88 мм вот так карты помещаются внутрь и теперь чтобы закрыть декбокс нам нужно нажать на вот эту выступающую кнопку на этом все спасибо за внимание